Привет, друзья! Это Егоров. Давайте разберем, что происходило в матче Денег и Бруков, а также между Стасом и Судьей. Я тебе просто хотел спросить... Да, сейчас идет шквал критики в адрес Станеса, и где-то она оправдана, но важно здесь уточнить определенные детали, почему он сорвался и что стало причиной. Вот в этом мы постараемся разобраться еще до того момента, как какое-то решение будет принимать КДК. На нарезках вы видите, как Стас после матча сразу специально идет набрасываться на судью. Он оскорбляет его и чуть ли не пытается ударить. Потом выламывает дверь. А заканчивается все тем, что судьи покидают Сапсан-Арену с охраной и говорят вот такую странную фразу. Опасную фразу. Что можно сказать про Таноса? Я могу сказать, что со стрельбой более эффектно получается. Контент может получиться более крутым. Надо об этом подумать, ребята. Но еще раз. В этой истории нужно расставить акценты. Правильные акценты. И не по вырезкам судить, а составить более-менее общую и полноценную картину. Матч действительно был принципиальным. Вы все знаете ситуацию с данной командой. Она такая, что гео-супер политическая. Но тем не менее, по ходу игры все было абсолютно спокойно. Ну, максимум, там, пара реплик была из-за вар, но вар вообще находился в другом месте. А что ты к вару идешь, заебал? Здесь нет вара. Вара в другую. Это просто автор. Стас, брат, ты не вар. Вар вон там, перенесли. Я договорился специально, чтобы тут никто не ходил. Тот же Станос никак не реагировал на то, что не назначили пенальти в наши ворота, на то, что не назначили пенальти в начале ворота денег. И не было никакой реакции после точки на последних минутах, которую и реализовал Серега Швинов. Удар! В остальном же судья в ключевых эпизодах, именно ключевых, на которых заострялось внимание, принимал верные решения, что подтвердило не только Вар, но и независимый судейский эксперт, который всегда дает комментарии, это Игорь Федот. И правильно был не назначен пенальти в ворота денег, правильно не назначен пенальти в ворота наши, потому что Швинов сыграл мяч, и правильно был назначен пенальти в ворота денег в самой концовке, когда Антонусы с нему попали по ноге, и из игроков никто не спорил. Канепада, теоретически говоря, хотя мы сами там на поле-то не были. Не, 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 очень-очень. Грубо, грубо. Единственный эпизод, который вызвал бурную реакцию, когда Сергею Швинову не показали желтую карточку, ну, обычно Бровка именно так и реагирует, тем более здесь эпизод скорее на желтую, если судить не как президенту Бровков, а как сторонним уже болезнь. Игроков Бровки, извините, запасных. И все было бы более-менее нормально, если бы не одно «но». Как сказал потом кто-то из игроков денег, добавь больше времени и вопросов не будет. Но рефери добавляет 4 минуты, что, естественно, не нравится в скамейке денег. И Стас идет к судье, спрашивает, почему так? Два ёбаных вара смотрели, это 3 минуты! Ну, я не знаю, что сделано. А где, бля, кто? Вар, 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 вар! И здесь уже начинается целая цепь совпадений. Ну, во-первых, на вопрос, почему так мало добавили времени, ведь два раза смотрели вар, резервный абитр говорит, что вар смотрели один раз. И это ошибка, потому что вар действительно смотрели два раза. И долго, и в этот момент, естественно, идет протест. У Станусов как-то так, вы что, не видели, что смотрели два раза? Где вар осмотрели, это 3 минуты! Ну, я не знаю, я так сидел просто. А где, бля, кто? Два вара, это 3 минуты добавочные! Какие? Два раза вар смотрели! Где два раза смотрели? В смысле, где два раза подходили вар смотрели? Не прикалываетесь! Где два раза? Один раз подходили! Бля, вы ссадь отходили или что? Два раза вар смотрели, бля! Причем я вот только сейчас понял, что вар действительно смотрели, именно судья подходил смотреть к монитору один раз. Но Стас-то имеет в виду, что два раза сначала на пенальти просто еще смотрел ассистент. То есть, это на это тоже время тратится. То есть, здесь тоже цепь таких недомолвок и недопонимания идет. И которая вызывает вот такую реакцию. Могу честно сказать за себя. В подобных ситуациях я тоже срываюсь. И вы видели, как мы с Райзеном переживали, когда не смогли посмотреть вар. Хотя, опять же, какие претензии к судьям? Причем здесь они, если просто на стадионе в тот момент не было камеры. Но ты всегда все равно предъявляешь претензии и сути. Почему-то так происходит. Взрывается и Стас, который идет с тем же вопросом к основному суде. Но уже больше на эмоции. Два раза, блядь, вар! И здесь происходит второй накручивающий фактор. Потому что судья говорит, что вар смотрели два раза по минуте. Ну, вар смотрели не два раза по минуте. В последний раз с момента назначения пенальти. Ворота Демнику до свистка, когда продолжилась игра уже после 11-метрового, проходит 4 минуты. И здесь второй, повторю, накручивающий фактор, когда, как это так, ты мне говоришь минут, а на самом деле 4. И здесь уже становится сложнее. Два раза сварили вар, это две минуты, даже меньше. Какие две минуты? Сколько у вас? Не надо, когда паузы были. Да он не было плохо. Бля, рэп, если честно. Вы не манулись, что ли вы? Но, в принципе, и тут Стас спокойно уходит, но появляется помощник, который говорит суде очень неприятную фразу. Если честно, ты как гондон, блядь! И здесь уже не Стас, а сам судья пытается догнать Стаса и сказать, почему ты меня назвал этим словом. Какие слова? Гондон? Если я захочу вас назвать гондон, я вам это скажу. Не называли, да? Я? Да. И это третий накручивающий фактор. Потому что уже вар смотрели один раз, повтор смотрели одну минуту, и тут третий раз я вроде никого не называл этим словом, но мне говорят, что я назвал, и здесь уже примерно вот так происходит. Я тебе просто хотел спросить... Чё ты орёшь? Чё ты орёшь? Чё ты орёшь? Дико, дико! Я вот тебя спрошу, блядь, блядь, дико! Опять же, повторю, мы все можем казаться святошами, но у большинства представителей команд Медиалиги в подобной ситуации тоже начиналась примерно такая же бомбёжка. И я здесь не исключение, потому что, да и райзен не исключение, мы тоже кричали, как минимум, сильно и сильно кричали. Эй, блядь! Слышишь, блядь? Мне похуй, блядь! Иди вар, смотри! Нахуй его, блядь! Нахуй его! Нахуй всех вас! И теперь уже сам Стас позволяет себе набор разных выражений, из-за чего получает красную карточку, с чем он, в принципе, согласен. А дальше, вы знаете, Станес заходит в раздевалку, и вот этот яркий момент с дверью происходит. Опять же, скажу за себя, я тоже постоянно что-то пинаю стулья в бутылке в матче с реалити, после того, как мы не смогли посмотреть вар, я пнул бутылку, она прилетела вот на такой высоте, рядом с нашим игроком Гиле, то есть, если там был судья, естественно, меня бы удалили, и потом меня бы обвиняли в том, что я пнул в судью, хотя я просто пинал со злостью, не контролируя в данный момент свои эмоции. Ну, да. Хотя потом и в перерыве, и после, я приходил к судим, говорю, ребят, к вам претензий вообще никаких нет, я виноват, ну, на 100%. Был у меня и случай после, точнее, в перерыве игре с на спорте, когда я пнул тумбочку. Я думал, что тумбочка мощнее, я просто ее пну, и мне будет больно пальцем, и она упадет. Вместо этого я проделал дырку в ней, в этой тумбочке. Я сильно сомневаюсь, что Стас вообще знал о том, что дверь закрыта, и хотел ее именно вынести. Я думал, он хотел ее пнуть, как и в многих случаях это происходит, но для хайлайта получился момент, который в историю медиафутбола войдет точно. Ну, а после все закончилось, и судьи покидали стадион с охраной, но, я думаю, к ним уже никто не шел. Еще важно сказать, что сейчас очень много журналистов, и любое твое слово, любая твоя эмоция, она будет передана сразу же в различные паблики. Ну, а теперь коротко о том, ну, я думаю, так уже понятно, почему так все произошло. Это не просто эмоции отдельного человека, а это цепь событий, которая эти эмоции вызвала. Одна недомолвка, добавленное время, потом еще различные несовпадения данных, претензии, которые ты предъявляешь, перекрутка, ответная реакция судьи. Все это, конечно, печаль. Что можешь сказать про Таноса? Я могу сказать, что это со стрельбой более эффектно получается, контент может получиться более крутым, надо об этом подумать, ребята. Ну, давайте сначала скажем о том, что Стас отнюдь не первый человек, который так себя ведет. Да, с его стороны это всегда выглядит угрожающе, потому что все прекрасно знают, что он там чемпион Европы и чемпион США по гейтбоксингу, насколько я понимаю. И, условно, если сорвется райзен и кинет в какой-то момент кепкой на поле, это одна степень урона, а если вдруг Стас захочет кого-то ударить или ударить, это абсолютно другой уровень. Поэтому, естественно, в обществе определенный страх по этому поводу есть. Но, опять же, кричать, что-то ломать, такое уже было. Ну, это объективно. Как можно это исправить? Ну, во-первых, нужно сказать, что для денег и для Стаса это эмоции новые. Такой накал, который сейчас начался только на прошлом МФЛ. И мы тоже в первых турах себя вели по-разному. Просто иногда съезжала крыша из-за того, что происходит, и чувствовал какую-то несправедливость. Потом, в течение времени, понимаешь, что судьи, на самом деле, пытаются как можно лучше отработать. И от того, что ты срываешься, ты только делаешь хуже себе. Хотя, ну, иногда бывают такие ситуации, когда контролировать себя не нужно. Но в данной ситуации как могло все сложиться иначе? Ну, во-первых, если бы РЭФ сразу перед матчем сказал ту версию, которую я озвучил позже, что есть просьба от организаторов турнира добавлять умеренное количество времени. То есть не все паузы считаются. Это первое. Ну, и второе же, мое личное предложение. Достаточно часто на МФЛ делаю различные предложения организаторам. И вот на МКС, возможно, будущем МФЛ, я бы убирал из чистого времени. Вот все остальное на паузы ставить нет смысла. Я бы убирал из чистого времени паузы на просмотр ВАР. То есть мы это выносим за скобки. Время останавливается. Из грязного времени, точнее. И второе, что бы я делал на празднование гола, отводил бы, допустим, полторы минуты, 90 секунд. За это время ты можешь бежать к трибуру, пока другая команда подходит к тренеру, о чем-то там консультируется. За это время ты можешь либо пойти попить водички, ну а для тех, кто проводит трансляции, это как раз самое лучшее время для того, чтобы показать рекламу. Да, именно показать рекламу. И там 5-6 пауз вполне нормальная вещь. И причем сделать еще полторы минутные паузы где-то на 20-й минуте матча, когда все шли бы пить воду, тренер давал бы какие-то рекомендации и шла бы реклама. Если, условно, голов не так много. Я думаю, что это отличный выход, и я уверен, что к этому придет. Это сразу лишит нас всех проблем с отсылом к тому, сколько, как долго вы смотрели вар или как долго вы праздновали забитые мячи. Второе. По судим мы нормам допустимости, я считаю, что если Ре закончил матч, то рядом с ним всегда, прямо рядом с ним должна быть охрана. Это медийный футбол. Здесь не футболисты. Здесь, если человек что-то сделает, он получит дисквалификацию. Но дисквалификация только ни на что не влияет. Он не потеряет миллион долларов контракта. Например, как это происходит в профессиональном футболе. И почему любое воздействие на суде невозможно. И между скамейками тоже должны восстановляться стюарды. И я думаю, что сейчас достаточный бюджет у различных организаций. И в смету, когда турнир продается, нужно обязательно это вносить. Мало ли что. Ну и третье. Это достаточно такой коллективный момент. Здесь в течение видео постоянно кажется, что Стас лезет на судью драться. Потому что он постоянно вырывается. Но это обычная ситуация, когда ты идешь, я сам с ней сталкивался, когда ты идешь или хочешь поговорить, просто хочешь узнать что-то и так далее, тебя начинает держать, ты вырываешься. От чего кажется поведение куда агрессивнее. Еще раз повторюсь. Здесь решение за КДК МФЛ. Но я считаю, что можно дать условную дисклификацию, либо вынести еще какое-то предупреждение, либо дисклификацию на один матч. Я уверен, что вот эти эмоции яркие, они в течение времени, так же как у нас, когда хотелось срывать и метать, когда была полная уверенность в каком-то заговоре, они пройдут. И надеюсь, что и Стас, и судья, ну это их дело, как они найдут общий язык. Ну и конечно, судьи в МФЛ должны получать достаточно серьезный генерал. Потому что не самая приятная работа. Я, естественно, этим заниматься не буду, потому что нафиг оно мне надо.